Вопрос. Как человек избавиться от внутреннего страха и неудачи, допустим, в любви, когда опыт не оставил ничего положительного, человек закрылся, понимая, что что бы он ни делал, ничего хорошего не получается? Человек меняется, развивается, учит тору, но стабильно получаются неудачи. Учитывая, что мы отражаем, то и получаем, выходит, что это глубоко запрятавшийся страх и неудач продолжает делать свое дело, как вытащить его с корнем. По сути, это касается не только отношений, но и любой сферы жизни. Это я зачитал вопрос. И я действительно согласен, что, как правило, если есть страх и тревога, то они пронизывают все сферы жизни. И тут, как правило, и самооценка тоже, заниженная самооценка, которая тоже присутствует. И просто оно проявляется действительно через то, что легче озвучить. То есть в данном случае почему-то было легче говорить именно через сферу отношений. И если говорить про природу уверенности и инуверенности в себе, то ее, как правило, психологическая теория говорит про то, что ее задают родители, окружение, и закладывается это все в достаточно раннем детском возрасте. Сегодня психология, эта тема называется «Безопасная привязанность». Основал Джон Боулби и задал некий фундамент этой темы, который в зависимости от того, как родители, важные для ребенка взрослые в его детстве, его проявлялись. Насколько они были в доступе, насколько они откликались на его потребности, насколько им было нормально, что у него есть потребности. Допустим, если ребенок плачет, то что происходит в этот момент с мамой? То есть она впадает в панику или ей нормально, и она подходит его как-то посмотреть, он сыт, доволен, чисто ли у него там, не знаю, памперс. Вот, или ему просто что-то проснилось, для нее это нормально, и она приходит. Вот, либо бывает, что родитель не в доступе, например, мама прочитала книжку, что надо к ребенку походить по часам, и нельзя его баловать теплом или еще что-то. Или, ну, родитель либо паникует, либо не в доступе. Вот, то есть есть несколько типов. Сегодня принято выделять там 4-5 типов небезопасной привязанности, есть безопасная привязанность, когда с ребенком все хорошо было. Вот, так что если говорить именно про то, как проблему проработать основательно, как вырвать ее с корнем, вот как это в вопросе упомянуто, да, то тут, конечно, надо прорабатывать эту тему с психологом, гуглить тему привязанностей. Ну, например, есть прекрасная книжка Карла Бриша, которая темой привязанности занимается. Он занимается именно не с точки зрения терапии взрослых, а с точки зрения обучения родителей, как своим детям эту травму не наносить. Но при этом вот эта книжка, она называется, если не ошибаюсь, «Растим счастливых детей», автор Карл Бриш. Она сдает основы, как теория привязанности проявляется, и человек может, в общем, читая ее, про себя понять, что с ним было, вспоминая, какое у него детство было, и как его значимые взрослые для него в детстве проявлялись. Вот, но если говорить не про психотерапию и вырвать с корнем, понятно, а если говорить именно про решение в моменте, когда эта проблема есть, как с ней быть, то очень хорошо помогают в моменте, чтобы уже начать сегодня жить более полной жизнью, дышать полной грудью, помогают тренинги, которые дают уверенность, только важно, чтобы тренинг был экологичный, не какие-то такие жесть, а именно, посмотрите, чтобы это было все в комфортных условиях проходило, где человека не заставляют, не знаю, там, голышом ходить по улице и делать всякие, якобы, прокачивающие его моменты, а где идет именно на развитие уверенности, самооценки. В общем, подбирайте тренинги, но, в принципе, эта штука полезная, и читайте книги по уверенности, пробуйте, то есть, это тема, которой она во многом достаточно навыковая, если про нее говорить, а также, как мы привыкли, человек может привыкнуть про себя думать плохо, привыкнуть тому, что у него, вокруг него плохие люди, что у него ничего не получается, точно так же можно начать в себе понемножечку развивать и прививать себе, вырабатывать в себе навык того, что у него, да, получается, и речь сейчас не про аффирмации, а речь про то, что человек может экспериментировать, рисковать, пробовать, и тут тоже, в общем, очень хорошо, очень полезно будут друзья, вот, если друзей нету, то обзаводитесь с друзьями, это тоже важная тема, почему друзей нету, вот, если же друг есть, то с ним посоветоваться и с ним быть в контакте, вместе что-то делать, это очень продвигает. Еще рекомендую тоже книгу, ее написал один американец японского происхождения, японец американского происхождения, в общем, автор зовут Джи Джианг, книжка называется «А я тебя нет», очень интересная книжка, когда вот как раз он тоже, он автор, который он боялся отказа в себе, именно навыков вырабатывал с этим страхом справляться, действовал он очень интересно, он взял диктофон, повесил на себя и начал слушать, и стал создавать ситуации, где ему откажут, вот, ему было важно создать именно ситуацию, где ему точно откажут, но при этом посмотреть, как ему откажут, в какой форме, и главное, как он на это среагирует, и у него там получились очень интересные выводы, и все это вот, так что очень рекомендую, вот, две книги, Карл Бриша «Растим счастливых детей» и Джи Джианг «А я тебя нет».